Приветствую вас. Мне бы не хотелось как-то категорично выражать позицию, потому что, ну, во-первых, вы хотите, чтобы мы пояснили вам, почему мужчина так себя повел, что у него было на уме, что он хотел и так далее. Знаете, можно говорить много о том, что могло им двигать. Это и короткое отношение к вам, это и элементарная нерешительность, это отсутствие серьезности и восприятия вас в силах того, что вы живете довольно далеко друг от друга. Может быть, есть еще какие-то проблемы, о которых догадаться достаточно сложно. Но существует один немаловажный факт, и он заключается в том, что мужчина, ну, поставил свои интересы превыше ваших. Он знал, что у вас определенного числа один раздельно. Он сам предложил приехать. И это значит, ведь его никто не тянул за язык, никто не просил от него поступков каких-то и так далее. Он сам предложил. И то, что он не смог должным образом приготовиться к тому, чтобы все было хорошо, это целиком и полностью его проблема. Не важно, что он двигал. Важно, что он свои интересы поставил выше ваших. И это достаточно показательный, достаточно ключевой, я бы даже сказал, переломный момент. Почему? Потому что если мужчина ведет себя так, то есть его собственный комфорт для него важнее, чем ваш, если он так себя ведет вначале, то нельзя не заметить, нельзя не предупредить, что в будущем будет только хуже. Потому что, ну, вы все сами понимаете, что сейчас самые разные этапы отношений. Самый нежный этап отношений, когда к раппуке нужно активно проявлять себя, особенно если, ну, если вы нравитесь друг другу, да, если мужчине нравится девушку, он прям всю силу приложит для того, чтобы этой девушке добиться. Ну, здесь правильно пишется. Но он этого не делает. И значит, вы для него не так важны. А может быть и важны по-своему. Но только у него, знаете, такая своеобразная важность. Вы за свой счет должны на общественном празднике ехать на другой город в свой праздник. Ну, да, это, конечно, довольно своеобразно. Тем не менее, у вас всегда есть выбор. Принять человека с его подходом в отношениях или нет. Ну, вот, казалось бы, бездаке, с вашей точки зрения, да и с нашей точки зрения, средний молодой человек не смог сделать тот, что вы хотели, а вам один раздельный. То, естественно, логично, что вы будете расстроены. Но ему и это не понравилось. Значит, решать ваши проблемы он не готов. Вот проводить время с вами, которое ни к чему не обязанно, это пожалуйста. А решать проблемы он не готов. И не нужно думать, что человек плохой. Человек неплохой. Просто у него такое отношение на данный момент с девушками вообще, скорее всего. А может быть он специально для таких отношений ничего не значимых, чем у вас, который живет относительно далеко. Кто знает. Но тем не менее, вам нужно спросить себя только об одном. Вас устраивает такое отношение или нет? И если не устраивает, то про этого мужчину можно забыть и жить дальше. Потому что неважно, что он видит, но он своего отношения к вам не изменит. Оно так и не останется. А то и будет развиваться по нарастающей. Другое дело, а почему вы познакомились с мужчиной, который так далеко живет? Почему вы вообще ознакомитесь с мужчинами в интернете? Что вы мечтали находить себе парней, общаться в компаниях, где бы вы видели реальных людей, где бы вы могли встречаться с ними без ограничений, в реальном мире? Что вам мешает? Может быть у вас есть какие-то личные проблемы? Может быть у вас есть какие-то блоки, которые мешают вам знакомиться в реальной жизни? Может быть у вас есть какие-то предупреждения или негативный опыт? И это не позволяет вам в достаточной степени проявлять себя в реальном мире. Если это так, то тогда это нужно разобрать. На это требуется обратить внимание, наладить в вас гармонию внутри, чтобы вы могли наиболее полно раскрывать себя в реальной жизни. И тогда проблемы виртуальных романов вас касаться не будут. Потому что это только сказано, что вот легко такого человека найти, да, который живет за, например, 500 километров от вас, и вот интернет вас объединил, вы специально их познакомились, встречались, и вам все хорошо. На самом деле это из-за густы сказок. Нет, конечно, бывают удачные случаи, но редко. И это слишком мощный риск. Риски, самооценку себе подпортить, и время потерять, и травмы нанести, и комплексом получить. Поэтому я вам очень рекомендую подумать над тем, мешает ли вам что-то строить отношения в реальной жизни. И если мешает, то именно эти проблемы проработятся специалистом хотя бы на нашем ресурсе, с тем, которого вы выберете и которые вам понравятся. А если проблем никаких нет, то старайтесь по возможности не искать себе мужчин в интернете. Может, интернет – это мир слов. Это не мир поступков. А реальный мир – это мир как раз-таки поступков. А мужчину, как вам правильно сказали, судят по делам, а не по словам. Потому что говорить можно много и красиво. А вот когда вопрос касается дел, к расширению некоторых мужчин и след простывает. А вы потом страдаете, переживаете, думаете, на сайт пишете, например, к нам, и вообще не находите себе даже места. Вот от этого себя нужно постараться ограбить. А потом, если будет все у вас хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова